МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго ранку! Василий Лукьяненко сьогодні у нас в гостях. Біоміксер та перший спортсмен Радбул в Україні. Отже, давай спочатку для тих, хто далекий від спорту. Біомікс – це велосипед. Правильно. Чи він відрізняється від звичайного велосипеду? Прежде всего колесами, розміром колес. А більше чи менше? Меньше. 20 дюймов. Обычно 26, а у нас 20. І геометрия рамы, сплав металу. У нас большие нагрузки на велосипед идут. І, соответственно, нужны более крепкий металл. Он должен быть легким, компактным для того, чтобы делать трюкер? Да, легким, крепким, компактным. Первый велосипед когда у тебя появился? Именно для того, чтобы заниматься трюкерами? В 2006 году. Сначала я катался на обыкновенном велосипеде, а потом попробовал. То есть ворозопад Украины, на нашу СТК? Ну нет, на горном обычном. Тогда уже были горные у нас. Я думаю, для того, чтобы нашим телезрителям было понятно, кто никогда не сталкивался именно с этим видом спорта и не видел, какие чудеса творят спортсмены на тех самых БМХах, у нас есть сюжет, с которым в гости к нам приехал наш рекордсмен. Как мы уже успели узнать, заказываем, сам он проживает в городе Днепропетровск. Вот оттуда примчал. На велосипеде. А вот примчал он на велосипеде или нет, мы узнаем как раз после того, как посмотрим наш сюжет. Я Гусев Сергей Станиславович, первый заместитель начальника Национального центра управления испытанием космических средств. И мы с вами находимся на первой площадке, в 20 километрах от города Евпатории. Я начальник отдела по связям с общественностью Национального центра управления испытанием космических средств. Но таких конструкций нет. Это самая красивая антенна в мире. В 1961 году, 12 февраля, были проведены первые сеансы управления по космической станции Венера, которая летела к планете Венера. И управление, приём информации с этого космического аппарата осуществлялись с помощью комплекса Плутон, антенны АДУ-1000, рядом с которой мы как раз и находимся. Антенна уникальна в создании, в конструкции и так далее. Внизу это орудийно-поворотное устройство с корабля. Если выше подняться, это железнодорожный мост, образно говоря. И вверху держит 8 антенн подводная лодка в разрезе. Антенна полноповоротная. Она может вращаться как по углу места, так и по азимуту. 8 чашек, высотой более 30 метров, всё это сооружение. Эффективная площадь поверхности — это антенны 1000 квадратных метров. И до конца прошлого века она принимала участие в работах по изучению дальнего космоса. Я катаюсь на BMXе с 14 лет. Постоянно обдумываю новые трюки, новые споты. Путешествуя по Украине и за рубежом, я видел много мест, куда бы мне хотелось попасть. Но этот спот не сравнится ни с чем. Американский астронавт Фрэн Борман произнес такие слова. Только русский человек мог додуматься до такой простой конструкции, с чего состоится антенный комплект Плутон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я только что слез с мантового радара, где покатался. Очень круто все было. Если бы ветра не было, то было бы намного удобнее, и, возможно, было бы больше трюков. А так ветер мешал. Ну и, конечно, высота не давала возможностей тех, которые можно было сделать на таком подобном споте на земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хуже Артема Треченкова. Только что мы смотрели крутейшее видео, как Василий делает трюки. И вот, ба, у нас в студии. Действительно, рекордсмен и спортсмен Рэдбула у нас сегодня в гостях. Кстати, не так много спортсменов вообще попадают под крыло этой компании. Как тебе удалось? Там, по-моему, около сотни из мира выбрано, из тех, кто могут выполнять эти трюки. Очень мало, очень трудно попасть. Они, как бы, самим туда навязаться очень практически невозможно, я думаю. Они, как бы, сами следят, сами выбирают. За спортивными достижениями? Да, конечно. За всеми видами спорта. То есть, они выбирают потенциально лучше. Так на чем ты добирался, все-таки, к нам в студию, признавайся? Я приехал вообще только что в Днепропетровск. С Одессы были соревнования. Что за соревнования? Зетгеймс назывались, да. Ты просто, Юра, не веришь, что это ты робишь все эти штуки? Думаю, это дублер. Знаешь, вот, как в кино. Есть бродпит, есть дублер-продпит, дублер-дублера-бродпит и так далее. Правда, ты все эти штуки делаешь? Ну, конечно. Где, власне, цей шлях от обычных покатушек на велику и закинчивая, власне, такими трюками величезными? Ну, у нас было несколько проектов. То есть, это один из таких крупных. Еще был один проект, который был в Киеве на крыше дома. Там дом был, который повторяет радиус специальных парков, в которых мы катаемся. И вот мы туда забрались, там есть тоже очень красивый ролик и красивые фотографии. А вот это был второй проект, который мы реализовали. Ну, знаешь, мы в Киеве тоже таких фотографий можем наработать. Давай реализуем еще третий проект. Он называется там «Летняя площадка телеканала ТВ-5». У тебя есть возможность сказать спасибо, что к нам присоединился, к нашему телемарафону. Знаю, что ты, в принципе, со своим верным другом, с BMX на переезд приехал к нам из Днепропетровска. Я думаю, что наших телезрителей порадуем тем, что покажем каких-то пару приемчиков. Возможно, кто-то из мальчишек вдохновится тем, что ты делаешь. Пойдем, попробуем. Пока что, Анна, оставляем тебя буквально на пару минут. Я найду чем себе занятие. А мы пока что будем готовиться к тому, что будет происходить. Ну, по-перше, я маю трохи часу для того, чтобы сделать несколько кофтків цей живой родины. А по-друге, рассказать вам про то, что основным направлением деятельности компании Red Bull есть экстремальные виды спорта. И эти результаты, которые никогда не попадаются на очи, не зацикавлены публике. Как уже сказал нам Василий, компания сама уважно стежит за тем, какие спортсмены есть наиболее цикавыми, какие есть наиболее таланновидыми. И до теперешнего момента компания выбрала близко 500 человек из всей планеты. Как раз Василий Лукьяненко, наш сегодняшний гость, является одним из этих небагательных людей. Что выйдет сегодня у него на нашем летнем майданчике, сейчас узнаем, будем держать за него пальцы, для того, чтобы все трюки завершились без жертв. Отже, Юра, как ваши дела? Ну, у нас все отлично. Василий Лукьяненко готов показать пару трюков. Действительно, то, как он умел обуздать тот самый BMX. Я думаю, что внимание на экран всем нашим телезрителям только на тебя. Вот так вот. А, сейчас мы. Все, я думаю. Вот, а отхватил я-то, в принципе, все было направлено, чтобы я успел отхватить эту чемпионскую кепку. А вы думали, чтобы трюки посмотреть? Нет! Теперь просто я нововладатель кепки. У кого кепка, тот и чемпион. Вот так вот вам скажу. Спасибо большое. Я шучу, конечно, Василий. Вот таких пару трюков нам удалось здесь сделать. На самом деле, для этого все надо оборудовывать площадкой. Я думаю, что мы лишь только познакомились с Василием. Я думаю, что в будущем обязательно встретимся еще с тобой. Приезжай к нам в Запорожье. Тут, в принципе, на велике-то 70 километров. Очень быстро преодолеешь. Это был чемпион от Red Bull, от наших друзей. Ну, Анна, вам слово теперь. Дякую, Юра. Но пока вы там катались на велику, я честно признаюсь всем глядачам, не зважаючи на усі свои спроби до сегодняшнего дня, до своего века, так и не научилась взагалі кататься на двоколісном велосипеде. Вот мой максимум – это триколісный, друг. Не знаю, может, Василий Лукьяненко все-таки умеет раскрыть мне секрет, как же конструкция на двоих точках опоры может тримать ревновагу та не падать. Мы уже к себе возвращаемся. Мы решили сделать еще один почетный круг вместе с Василием и показать всем, что вот он, вот он, Василий. Это были трюки, не дублер. Мы как раз, в принципе, сумели еще преодолеть. Если бы ты видела, как мы еще по ступенькам поднимались на этом самом БМХе. Я не вмію кататься на велосипеде. Я не розумію, знаешь, что называется... А этот трехколесный гном. Это триколісный – это мій максимум. Это называется горе від ума. Я не могу понять, как конструкция на двоих точках опоры может тримать ревновагу. Тебе есть какие-то порады для таких, как я, уже дорослых, кто боится седать на велосипеде, но очень хочет научиться на нем кататься? Мне кажется, что нужно просто переборать свой страх. Как он же упадет? Разом со мной упадет? Как он с тобой не падает? Не упадет, люди же катаются. Покажешь мне? Конечно. Все, договорились. Там говорят, ты не знаешь, до нас с подарками пришел? Да, мы подарок любим. Подарок такой символический в честь вчерашнего праздника независимости. Ух ты, красота какая. Да, это у нас… Підпишешь? Конечно. Все, для Ані та Юри. Программа «Ранокс ТВ-5. Марафон 26 годин». Сьогодні встановлюємо його, зокрема, із нашими друзями. Це компанія Red Bull, яка сьогодні привезла нам, по-перше, такого крутого спортсмена. Я таке бачу вперше. Сподіваюсь, а не в останнє. Сьогодні будемо говорити про рекорди, про рекорди телевізійні, рекорди спортивні, рекорди України, а також рекорди цілого світу. І, до речі, дивитися відео про рекорди, яке було надане нам компанією Red Bull. Лишайтеся разом із нами. Становимо рекорд разом. Спасибо большое. Вот такой мы прибарахлились мы с Анной. А, це уже готується наша команда вас порадувати. Спасибо большое. Ну что, тебе победа. Я надеюсь, что все твои проекты будут реализованы. И вот твой друг верный BMX позволит тебе получить не одно чемпионское звание. Спасибо. Ну что ж, дай пять. Становимо рекорд разом. Наша программа продолжается. Ци чим саме, зараз дізнаєтеся. А Василь нам сьогодні знову доведе, що це не дублер, що все у нас тільки в прямом речі. Я зрозумію, я понимаю, що це глас вже на Василья. О, полетел, але обещав вернуться. А Анна вже положила глас на Василья. Не переживай, він ще прилетит. Дякую.